Круто! Спасибо вам большое! И всем привет, ребята! С вами снова я, Иван. Это компания Велолимп. И сегодня мы находимся в Серебряном Бару. Это в Москве. А находимся мы здесь по одной простой причине. Здесь завершается велопробег складных велосипедов, которые сейчас проходят где-то за пределами Серебряного Бара. А здесь будет финиш. Мы, как самые хитрые, присутствуем на финише. Мы привезли сюда наши велосипеды Дахон для того, чтобы все участники этого велопробега могли поучаствовать и попробовать покататься на наших велосипедах. Также мы приготовили целую кучу сюрпризов. Вон там за мной стоит целая коробка подарков для тех, кто будет участвовать в конкурсе. Здесь будет очень весело сейчас. Сейчас тут будут шашлыки. Сейчас тут будет куча народу. Они будут кататься, веселиться, кушать, отмечать. Это все дело. И давайте посмотрим, как это все происходит. А стоянка сейчас сидели на полосу. Итак, сейчас передо мной находится главный организатор этого мероприятия, Нателла. Нателла устраивает это мероприятие уже третий раз в своей жизни и вообще в жизни складных велосипедов в Москве, правильно? В Москве, да, в Москве. Скажи, пожалуйста, Нателла, каким образом ты решилась на вот это все мероприятие и проводишь? Что это тебе дает и для чего это ты проводишь? Ну, для того, чтобы, ну, наверное, как это модно сейчас говорить, популяризировать, да, то есть показать, насколько складные велосипеды удобные и легкие, насколько с ними комфортно путешествовать, потому как с ними можно действительно в любой транспорт. Складываются они очень быстро в основной массе. Ну, то есть показать возможности людям. Ну, я согласен с этим. Я смотрю, ты тоже приехала на складном велосипеде. Сколько лет ты уже катаешься на складных велосипедах? Ну, на самом деле на складном велосипеде я лично катаюсь только три года, но мы с моим малышом, вот у меня автор Симплекс, собственно говоря, тоже предок Тахона, проехали уже вот только за прошлый год более 5000 километров. За прошлый год? Да. 5000 километров? 5000 километров. Ну, я столько намотал на поезде, а ты, я смотрю, совсем себя не бережешь и катаешься. Ожидаем, что сегодня будет все очень весело. Сейчас, когда приедет сюда, все, там, человек 50, если я не ошибаюсь, 60. 60 человек соберется? Ну, насколько вот у меня пришла информация, уже более 50 человек на месте старта. А еще и могут подъехать те, кто не на складных велосипедах, я так понимаю. Да, потому что мы приглашали, собственно говоря, всех почему. Объясню почему. Некоторые люди думают, задумываются о покупке складного велосипеда. Точно. Но им нужно помочь. Точно, нужно их подтолкнуть в эту прекрасную бездну райскую, так скажем. Спасибо тебе большое, Нателла, за то, что ты проводишь это мероприятие. Очень приятно познакомиться с тобой. И давайте, ребята, посмотрим, как все происходит. Ждем остальных. Все веселье, все самое главное вот в этом месте. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы нашли самого яркого представителя, катающегося на складном велосипеде. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, как вам обращаться? Меня зовут Александр. Очень приятно, меня зовут Иван. И я вижу у вас очень интересный велосипед складной. Как он называется? Что это за марка? Это Бромтон, это английский велосипед. Собирается в Лондоне с нуля просто вот ручная работа, можно сказать. Сразу же второй вопрос. Почему вы выбрали именно складной велосипед, а не обычный горный велосипед или шоссейный, допустим, дорожный какой-то? Ну, во-первых, это более удобно в городе, потому что можно пользоваться транспортом, сложить велосипед, пройти в метро, на автобус сесть. Можно зайти с ним, сложить и зайти в магазин и так далее. Хранить дома удобнее. И еще посадка, здесь прямая посадка на нем. То есть вы за рулем не тянетесь? Да, я смотрю не на переднее колесо, а по сторонам. То есть вокруг все видно, да? А еще такой вопрос. А сколько лет вы уже катаетесь на складных велосипедах? Ну, наверное, сейчас скажу, пять. Сейчас уже шестой сезон. Шестой сезон. То есть вы уже далеко не новичок. И как часто вы катаетесь на велосипеде? Ну, обычно раза два в неделю, даже зимой. Даже зимой катаетесь? Да, даже 27 градусов. Я специально испытывал одежду перед зимним велопарадом и катался три часа в солнечный день очень хорошо. Жесть. А я из Крыма, я жду, когда закончится зима. Она тут не заканчивается, не заканчивается. Народ тут катается круглый год. Спасибо большое, Александр. Спасибо за предоставленное интервью. Вот. Вот так вот, ребята, очень удивительные велосипеды попадаются. Сейчас посмотрим, что еще дальше там приехало к нам на тусовку. Ну что, ребята, вот сегодня я приобщился тоже к складному велодвижению и довольно интересное ощущение на себе испытал. Я впервые узнал, что на велосипеде можно передвигаться комфортно в мегаполисе, можно спокойно спуститься в метро, сесть на электричку, доехать в любую часть города, приехать в парк, доехать последние 7 километров и не особо потратив силы поучаствовать в этом замечательном велодвижении. Вот. Комфортнее ездить по неровному асфальту. У него 8 скоростей, я довольно быстро сюда домчался и по пересеченной местности тут еще покатался. Ну, я хочу сказать, что довольно удобно. И был еще один момент, у нас на одном из тестовых велосипедов спустило колесо, мы достали наш насос замечательный и накачали оба колеса до 4,5-5 атмосфер, где-то так. Ну, колесо стало очень таким жестким. Ну, дальше у нас там еще есть пиво, тортик, я сейчас пойду это все дело отмечать. Ну, а с вами был я, Иван, это компания Вело Олимп. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok